Гран-при, кубки и дипломы. Коллективы Дворца культуры молодежной снова в числе лучших в России. Май принес артистам рекордное количество наград. На конкурсах различных уровней вокалисты и танцоры сразу нескольких ансамблей завоевали призовые места. С танцем Леди Элегант девушки из студии Дансмиссия выступили на 14-й Всемирной танцевальной олимпиаде. Это один из крупнейших конкурсов на планете. В этот раз в Москве он собрал 30 тысяч танцоров из 50 стран. Было достаточно интересно смотреть на постановки других стран, не просто других хореографов, а как мысли о другой стране. Но жюри по достоинству оценила наш танец и мы завоевали третье место. 14-летняя Марина Изварина выступала сольно с номером «Потерянная». В своей номинации она заняла 16 место. Да, я посмотрела на людей, я поняла, что я тоже так могу, я буду совершенствовать свои способности и думаю, что в следующем году повезу более успешный номер. Жизнь и бесконечность. Философский танец в современном стиле. Студия пластики и миниатюр «Сварга» решилась на эксперимент для участия во втором национальном танцевальном конгрессе, который проходил в Сочи. Всем коллективам предлагали под одну и ту же музыку поставить уникальный танец. На подготовку отводили минимум времени. За полтора месяца мы очень трудились, очень старались. Наши руководители поставили нам очень красивый танец. Про жизнь человека, когда он родился и как бы сейчас это самое смерти. Это очень как-то жизненно. За этот номер руководители студии получили звание «Лучший балетмейстер России». Еще за два выступления в номинации «Эстрадный танец» в «Сварге» присудили вторые места. Помимо дипломов, кубков и грантов 50 тысяч рублей, студии вручили приглашение на еще один крупный танцевальный форум. Получить туда билет – это уже большой успех. Туда съезжаются на самом деле все самые именитые коллективы России. Там призовой фонд – 1 миллион рублей. Конкурс будет проходить в Казани. И сейчас у нас как бы наше лето будет направлено на подготовку именно этого конкурса. Мы будем выезжать также двумя составами. В ДК «Молодежные» умеют побеждать не только танцоры, но и вокалисты. Три первых места и два гран-при привезли с международного конкурса «Талантливая Россия» юные исполнители ансамбля «Оазис». Песню «Матрешки» девочки исполнили настолько чисто, что судьи даже засомневались в честности артисток. Там нас немного остановили и сказали, спойте то же самое, только без песни, без музыки. Они думали, что мы поем под фонограмму, и мы не пели под фонограмму. Девочки взяли самую высокую награду фестиваля – гран-при. Такой же кубок взял дуэт Ирины Денисенко и Полины Черниковой. Они исполнили хит группы «Квин». Вот такого не ожидали. Мы за неделю до этого были на конкурсе «Оскольский микрофон», там заняли лауреатство первое. И потом вот поехали на этот конкурс и прям не ожидали, что будет гран-при. Не ожидали, что так понравимся жюри, а не нас снимали на телефон. Еще несколько бессмертных творений западных рок-музыкантов исполнили яркий дуэт Юлиана Голубя и Ксюши Мелиховой, а также солистки Настя Клюева и Диана Филимонова. За все три номера им вручили дипломы лауреатов первой степени. На еще одном всероссийском фестивале «Другой мир» отличились ребята из вокальной группы «Супер Пупер». Взяли три золота и одну бронзу. Марина Некрасова, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.